Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Как вы сегодня догадались, мы идем с вами в Зару. Давно мы не были в Заре, и я решила заглянуть, посмотреть, что есть нового, красивого, интересного, яркого и очень всегда необычного. Ну и первые кадры я, значит, зашла, и сразу вот такая вот красота, белое шитье, необыкновенно красивое и ужасно дорого. Я прям даже удивилась сценам, что случилось. А что случилось? Что такое? Ну, есть вещи, которые, в принципе, в нормальную цену, такую же, как обычно. Я вообще хочу сказать, что очень много лет Зара более или менее держит цену у нас. То есть у них есть вещи, которые довольно дорогие, вот как это вот белое платье, которое я вам показала, которое аж целых 200 долларов. И вообще все эти вещи из шитья, которые я вам дальше покажу, они все довольно дорогие. А вот обычное платье, у нас стандартное такое нормальное платье, где-то из вискозы, даже из хлопка, даже из льна. В принципе, в Заре стоит порядка 80 долларов до распродажи и ниже. Но есть какие-то модели более премиум, более какие-то интересные, которые, конечно, и по 100, и по 120, и вот даже за 200. Кстати, вот это белое платье я взяла в примерочную, и потом покажу вам, в примерке будут, девочки, в следующем видео. Уж простите, но так получилось у меня, что не влезает у меня все одно видео. Вот, я как бы, извините, пожалуйста, но так получается у меня. Вот, это тоже платье. Вот это стоит 80 долларов, но оно попроще, конечно, оно коротенькое, а то было длинное, с валанами, с оборками. Вот это тоже дорогое, потому что я так понимаю, или недорогое, а сколько оно стоит, я не знаю. Сейчас посмотрю, если я посмотрела ценник, а может и нет. Есть какое-то шитье, которое стоит дороже, есть какое-то шитье, которое стоит подешевле. Вот это платье черное. Я уж крутила-вертела, крутила-вертела, никак не могла понять, что оно, как оно. Потом, все-таки, вот видите, нашла картинку на веб-сайте, поставила вам, потому что так очень трудно объяснить. Я так и поняла, что это какое-то вот такое вот со спущенными плечами, с оборкой, оно тоже не дешевое. Черное шитье, вы знаете, довольно редко. Обычно шитье либо белое, либо какого-то такого светло, каких-то светлых тонов, розовенькое там что-то такое, а вот черное вообще-то редко. Но, тем не менее, вот они сделали такое платье. Это костюм, комплект. Ну, можно и по отдельности, конечно. Это вот юбка такая из крупного тоже вот этого шитья. Почему я его называю крупной, я не знаю, ну, такие крупные, вышивка такая. Вот оно, 130 долларов, видите, не дешево. Не дешевое. И вот такой топик, который стоит 50, тоже, я считаю, дорого, потому что он совсем коротенький, на шлеечках. В общем, да. Джинс, конечно, сейчас очень в моде. Такой джинсовый корсет, платье-корсет. Конечно, на хорошую фигуру, на худеньких девочек, черные джинса. Да, довольно интересная такая, необычная вещь. Сколько она стоит? Вот 79. Вот 80 долларов, в принципе, так у нас и стоит. Стандартная средняя цена платьев. Но вот эти вот из шитья вещи довольно дорогие. Я, кстати, начала говорить, что за много лет, сколько я вот знаю здесь Зару в Канаде, они цены практически не подняли. То есть у них есть вещи подороже. Появилась премиум-линейка, и там у них, да, действительно вещи довольно дорогие. А вот обычные стандартные вещи, которые у них продаются много лет, они держат цену. И то же самое на распродаже. Вот сколько я знаю, когда конец уже самой распродажи, у них цены опускаются очень сильно. То есть вот очень дорогие, хорошие вещи можно купить за очень-очень бюджетные цены. И эти цены по-прежнему, вот, допустим, платье там 12-15 долларов, пальто 50, хорошие кожаные сапоги тоже долларов 50 можно купить, которые в сезон стоили там 250, почти 300. Вот, ну я отвлеклась. Короче, очень интересные вот эти вот рубахи в полоску. Рубаха, вернее, одна. Я взяла ее в примерочную тоже примере. Вот это платье мне тоже понравилось. Цена прекрасная. Низ из хлопка, верх из хлопка. Белое платье. Очень интересно как-то сделано. Видите, верх такой из хлопковой как бы трикотажа в резинку, а низ юбка такая сборенная и с двумя такими накладными карманами. Я не брала его в примерочную, потому что это не совсем мой фасончик. Вот такие вот в облегон верхняя часть. Не для моей фигуры. Это нужно для худенькой девушки с маленькой грудью. Для меня это не очень. Я могу носить такие платья, но мне надо что-то сверху приодеть, чтобы немножко прикрыться. Вот, конечно, сорока я сорока не могла пройти мимо. Тоже не дешевая блуза. 99 долларов. Ну, 100 фактически. Видите, как она вручную расшита. Я посмотрела специально изнанку. Красивые стразы, блестки. В общем, короче, какие-то бусинки, блестяшки. Посмотрите, как блестит. Очень красиво. Но, наверное, непрактично, потому что... Не знаю, как это все стирать. Да, наверное, это все может оторваться. А может и нет. Не знаю, в зависимости от того, как пришито. Опять сорока не прошла мимо совершенно необыкновенных, вот таких расшитых бисером сумочек. Практичности в них мало, конечно. Единственное, что я всегда проверяю в сумках, для меня главный критерий – это влезает ли телефон. Потому что самое большое, что я ношу в своей сумке, это телефон. Нет, у меня еще есть большой кошелек. Но я, например, могу не брать большой кошелек. Я могу взять несколько кредитных карточек, немножко там налички, помаду, ключи от машины. Что еще я ношу с собой? Сумки. Очки. Для чтения, потому что я, когда без очков, я слепая. Если я куда-то иду, и мне нужно посмотреть стикетку, или в ресторан, куда-то меню, я ничего не вижу. Поэтому для меня критерий, чтобы в сумочку влезал телефон. У меня телефон не самая большая модель, у меня не Pro Max, у меня обычный, поэтому у меня он небольшой, поэтому он, в принципе, почти во все сумки влезает. Снова вышивка. Вы знаете, в Zara очень много этники в этом сезоне. Я, в принципе, ее люблю. Это очень красивые вещи, этнические. Вышивка, вот видите, какой-то бисер, такая отделка интересная. Детали очень интересные. Я люблю такие вещи, но, на мой взгляд, они немножко такие курортные. Вот тоже платье такое с вышивкой. Вот это платье я тоже взяла в примерочную. Красивое, интересное платье. Немножко эти вещи все курортные. Ну, смотря какие. Ну, вот это платье, я считаю, в принципе, можно носить в городе, а вот предыдущая такая туника, больше, мне кажется, она какая-то в отпуск. Как-то так, в отпуск. Хотя, ну, вот такая этника, раз такая вышивка, ну, не знаю, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что как-то вот я, я так чувствую себя, что когда я в такой вот вещи выхожу, я как будто вот какой-то, или какой-то ансамбль народных танцев представляю, или я вот на курорте где-то могу в такой ходить вещи, а вот просто так в городе, ну, не знаю, может, я ошибаюсь, конечно, но это вот мое такое ощущение. Сколько оно стоит платье? Тоже 100 долларов, тоже недешевое. Зеленый лен, зеленая льняная рубаха, в принципе, довольно приемлемая цена, красивый очень цвет. Сейчас цену посмотрим, и сколько-сколько? Да, эти вот стопроцентный лен, и 60 долларов. Ну, что, нормально, в принципе, вполне такая цена не страшная, не смертельная, очень даже неплохая. Брючки рядом вот вышитые висят. Вы знаете, я вообще хочу с вами поговорить о качестве Zara, о том, которое все ругают, очень сильно критикуют и так далее. Да, конечно, в Zara качество не идеальное, так же, как в H&M, и так же, как в Mango, и так же, как во многих других масс-маркетах. Поэтому и цена такая, которая не является супердорогой. Вот здесь есть некоторые дорогие вещи, но, в принципе, цен это вполне приемлемый. Есть вещи в очень дорогом сегменте, которые тоже при ближайшем рассмотрении и швы кривые, и нитки торчат. Но почему-то некоторые считают, что если вы покупаете вещь дорогую, в дорогом сегменте, то вы 100% покупаете хорошее качество. Это совсем не так. Сейчас я вам покажу. Вот я зашла в один наш магазин, довольно дорогой. Кстати, пока посмотрите на украшения новые, которые в Zara появились. И там продаются дорогие бренды. Один из них — финский бренд Marimac. Мы все знаем, что финское качество самое лучшее и так далее. Но дело в том, что, во-первых, эти вещи давно уже не шьют в Финляндии. Например, те вещи, которые я вам покажу, сейчас их шьют в Румынии. Ну, как бы, не знаю, что лучше. Китай, Румыния, но не Финляндия. И вы знаете, я совершенно не человек, который приходит в магазин и начинает рассматривать швы кривые, ровные, нитки торчат, не торчат. Но есть некоторые блогеры, которые, в общем, этим только и занимаются. Я вообще, честно говоря, этого не понимаю. Я меряю на себя вещи. Если она мне идет, если она подходит к моей фигуре, и стоит она бюджетно, то почему нужно думать, что вот как-то плохо сшито, криво сшито. В конце концов, я не понимаю вот этого покупки вещи на всю жизнь. Зачем? Если можно купить вещь не очень дорогую, и она сшита из хорошей ткани, хорошего качества, но там где-то шов кривой, но где-то что-то торчит. Объясните мне, в чем как бы разница то, что вы надеваете на себя вещь, которая вам нравится, и которая вам идет, и где-то там немножко кривой шов. Почему нужно так на этом зацикливаться, уделять этому столько внимания, и каждый раз, приходя в Зару или в H&M, искать вещи с кривыми швами, с какими-то там не теми пуговицами, ругать это все, обзывать, потом примерять, говорить, ну, мне очень нравится расцветка, мне очень идет, мне очень красиво, но шов кривой, поэтому я такое, такое мне и даром не надо, и никто не покупайте, потому что это такое барахло, которое никто не должен покупать. В чем смысл? В чем смысл ходить в одной и той же вещи всю жизнь, даже если она очень качественная, и лишать себя удовольствия носить модные красивые вещи, только потому что там где-то, где-то кривой шов, или где-то торчит нитка. Нитку можно в конце концов отрезать. Но в этом заключается и ценовая политика масс-маркета, что он как бы, цена соответствует качеству, но не всегда. Вот посмотрите, бренд Моримека, цены, сколько платье? 515 долларов стоит. Оно настолько дорогое, что в магазине даже оно висит вот с такой специальной прищепкой, которая приделана к такому кодовому замку. Вы просто так не можете взять его, померить примерочную, что вообще бред, конечно, потому что оно настолько дорогое. Ну, то, что рисунок в шве не совпадает, за 515 долларов, знаете ли, мне кажется, что должен был бы совпадать. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, на этот шов. Очень кривой шов. Шит как будто под мастерье, как будто бы сшили не портные, не очень хорошие портные, а какой-то человек, которого первый раз посадили за швейную машинку. Да, это так не должно быть. Так может быть в платье за 50 долларов, но так не должно быть в платье, которое стоит 515 долларов. Ну, опять, как бы рисунок не совпадает. Кстати, в Заре, в платьях за 80 долларов очень часто я видела, что рисунок совпадает на шве. Ну вот, видите, производство Румынии. Еще одно платье, тоже из Моримека. Я не искала специально. Мне просто стало интересно. Вот оно стоит 550. Мне просто стало интересно, потому что все прямо финское качество, финское качество. Очень многие об этом говорят. Тоже, значит, такой рисунок очень такой яркий. И это очень видно, когда он не совпадает в шве. Как бы есть несовпадение в рисунке. Это прямо очень заметно. Очень неровно обработан край. Вот посмотрите, такой какой-то волнистый. Я бы не обратила внимания, но потом я посмотрела внутри, увидела, что там черт что творится. Кто это шил? Я бы, наверное, шила лучше, честно вам скажу. И это окей, если эта вещь, опять же, посмотрите, видите, если это стоит 50 долларов, но если это стоит 550 долларов, я считаю, что это должно быть идеально. Поэтому я как бы не верю в то, что надо молиться на какие-то дорогие, качественные, в кавычках, бренды, в которых тоже все совсем не идеально, и платить за них такие деньги. Вот такой вот у меня был спич. А теперь я вам показываю затравочку на следующее видео, примерки. Вот, надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вы со мной останетесь и посмотрите следующее видео о том, что я примеряла в Заре. А на сегодня все. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем привет, всем пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,